библейский портал экзегет.ру представляет 15 глава книги притчи перевод российского библейского общества читаю для библейского портала экзегет слова и дела вот трудно давать заголовки этим главкам потому что в каждой из них есть разные совсем темы но вот может быть для этой главы именно слова и дела одна из самых главных тем кроткий ответ отвращает гнев резкое слово вызывает ярость вот как людьми управлять да такая актуальная тема а вот кротость она отвращает гнев а резкость наоборот вызывает язык мудрецов распространяет знания а из уст глупцов лишь дурость исходит я вот может быть эту главу давал читать пользователям социальных сетей вместо там длинных просто соглашения где они там обязуются разрешают запрещают и так далее вот тут все сказано язык мудрецов распространяет знания из уст глупцов лишь дурость исходит и не надо с этим бороться вот резкий ответ он вызывает только ярость таких случаях да они цепляются друг за друга эти изречения очи господа все видят взирают и на злых и на добрых мы часто стремимся доказать кто из нас правда учи господа все видят уже умиротворяющая речь дерево жизни а речь обманчивая сокрушает дух умиротворяющая речь то есть смотрите такая убаюкивающая усыпляющая мне кажется это скорее про речь которая создает мир да исцеляющая речь речь которая обращена к благополучию человека а не выискивает в нем какие-то зацепки которые можно подергать глумится глупец над отцовским внушением но кто внимает упреком помнит вот эта тема постоянная внимать упреком внимать упреком еще и еще раз скажу не значит все принимать за все извиняться но не отталкивать их от себя глумится глупец даже над отцовским внушением не говоря уж о чем-то посторонним и вдруг в доме праведника много сокровищ а нечестивцу прибыток не на пользу ну да смысл понятия но почему здесь здесь все про речи про дела не про богатство но наверное потому что речь это как раз то что во многом определяет на пользу тебе это пойдет или нет уста мудрецов распространяют знания но не так поступают глупцы то же самое другими словами да мерзкий господу жертвы нечестивых а молитвы честных ему угодно вдруг жертвы и молитвы но молитвы то что же слова и в жертве значительная важнейшая часть это не просто зарезанное животное это слова которые человек обращает богу значит даже слова обращенные к богу может могут быть мудрыми либо глупыми и соответственно праведными либо нечестивыми мерза господу путь нечестивца а того кто ищет праведность он любит не сказано праведника на того кто ищет праведность значит праведность это такая не всегда очевидная вещь может быть трудно ее найти и человек не очень уверен праведен ли он но на ее ищет он стремится к ней и это уже богу угодно кто оставил путь будет сурово наказан кто ненавидит наставление погибнет тоже довольно понятно оставил путь значит путь ведущий к богу и путь исполнения закона очевидно шел и авадон открыты господу тем более сердца человеческие шел авадон такие поэтические наименования мира мертвых то есть ну вот господь знает даже про то чего мы никогда не видели и о чем мы лишь смутно догадываемся тем более он знает что у нас в сердце и человек как бы не пытался это скрыть или себя там приукрасить он не перед богом это делает не любит наглец укоров и не задержится среди мудрецов вот смотрите опять эти укоры и бреки и тот кто не любит их тот с мудрецами не договориться никак сердце радостно светлеет лицом а скорбное сердце сокрушает дух да уже это было что состояние человека во многом зависит от его эмоций от того как он это как он относится к окружающей жизни разумное сердце ищет знание а глупцы питаются дуростью прям питаются да вот для них это как и хлебом не корми что называется а знание его еще по иди на дни дурость она всегда при тебе да вот можешь ей заниматься с утра до вечера а знание мудрость их надо искать для них надо трудиться у бедняка что ни день то невзгоды а у кого на сердце весело у того всегда пир какая-то непарная мудрость да у бедняка что ни день то невзгоды да я понимаю когда человек на еду не может себя набрать денег конечно ничего хорошего а у кого на сердце весело у того всегда пир а может быть у того же самого бедняка может быть он не разбогател но он как-то вот нашел повод обрадоваться у него пир хотя ему и покушать и может нечего мне кажется это про это хотя многие изречения здесь как загадки можно их по-разному понимать кстати насчет бедняка лучше иметь немного и бояться господа чем обладать сокровищами жить в страхе бояться и жить в страхе разве не одно и то же бояться господа то есть испытывать страх не за то что у меня украдут значит меня позорит расскажут всем как я неправедным путем это богатство приобрел это жить в страхе а бояться господа то есть только господа и при этом можно быть совершенно бедным тем не менее другими словами то же самое лучше овощи на обед да с любовью чем откормленный теленок да с ненавистью но это про вегетарианцев но не совсем потому что тогда все таки мясо все любили поесть овощи на обед то есть скудный обед один гарнир студенческие годы вот доводилось в столовой просить гарнир потому что основной блюдо уже не хватало денег вот один гарнир только едят но с любовью чем откормленный теленок с ненавистью смотрите боятся господа это в том числе и про отношения между людьми кто в этом доме живет тот есть может быть совсем скудно но зато эту скудную трапезу ест с любовью вспыльчивый человек сеет раздора терпеливый кладет конец вражды еще один признак праведности или наоборот нечестия да то есть что порождают твои слова раздоры или мир путь лентяя за роль зарос колючками а праведные идут по широкой дороге лени праведность казалось бы не пара лени прилежание у нас было несколько раз но прилежание есть праведность своего рода и может быть бывают занятия такие нечестицы которым просто лень быть праведниками да вот они так привыкли они не хотят меняться это лень не только про то что человек там в поле не выходит работать человек свою душу не заходит чтобы поработать мудрый сын радует отца глупец позорит мать было кстати уже и раньше и вот тут по-разному толкует одни говорят радует и позорит родители другие говорят нет отца вот больше радует мудрый а глупый больше огорчает мать на то есть вот как бы отец больше гордится мать больше переживает за свою кровиночку мне кажется и то и другое понимание разумно тешится дури скуда умные разумные ступают прямо вот эта тема глупца ну глупый 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 глупец мы даже сначала когда переводили мы хотели поставить слово дурак но нам сказали что такого библия нельзя вот это не просто человек недалекий до человеком ну туго соображающие необразованные в этом ничего плохого нет а вот это тот кто тешится дурью да вот кому прям нравится в ней жить кто есть забавляется а разумный ступает прямо то есть он не застревает в этих своих придурковатых каких-то развлечениях да он вот идет по своей дороге но хорошо где нам разобраться так как глупо как умно не всегда же это ясно нет совета не будет успеха в деле а если советников достаточно все выйдет посоветуйся принимая решение сообща коллегиально постоянная тема напомню что вот лирический автор да то есть человек которому приписывается книги притчи это царь соломон он царь он самодержец как я сказал так и будет да нет он все время говорит для советников достаточно все выйдет видимо знает по опыту радостно если можешь ответить и как хорошо уместное слово уместное да то есть вот слово может быть мудрым но неуместным книга его который я все время вспоминаю но она правда как ответ на притчи там говорят вроде бы мудрые слова друзья его но неуместное радостно если можешь ответить то есть если ты находишь то самое слово выражение которое прозвучит данном случае разумный поднимается по дороге жизни прочь от глубин шиола шиола то мир мертвых казалось бы мы все туда сходим с разной может быть скоростью но тем не менее а разумные от нее наоборот уходят от этой глубины почему то есть смерть это не просто физическое явление до прекращение жизненных процессов организме это некоторое вот такое понятие в этой книге которая связана с судьбой человека в целом да и вот он уходит от этой погибели кто-то скажет вечный но здесь даже об этом не сказано вот от разрушения вот вот этой вот смерти как невозможности жить да и мудрость его именно от этого уводят дома городецов господь сметет но надел вдовы он защитит вдова такой образцовый случай сирота 2 подобный образцовый случай человека угнетенного которому не на кого надеяться кроме бога и которого нужно защищать и праведнику обязательно мерзкий господу злые замыслы а добрые слова пред ним чисты а смотрите замыслы и слова в паре да вроде бы совсем не одно и то же но даже замыслы даже слова не только дела и поступки оцениваются им корыстный на свой дом навлекает беду а кто взяток не терпит будет жить вот опять грех как самоубийство грех как что такое что человека разрушает изнутри а не просто ну потом бог накажет да праведное сердце подскажет ответа устанечестве возрагают зло кстати об этом самом разумном ответе уместном слове где его взять а вот сказано праведное сердце подскажет ответ вот он приходит откуда-то изнутри причем вот из этой праведной сердечной теплоты а уста нечестивых возрагают зло как бы уже на автомате да как фонтан такой который бьет и бьет далек господь от нечестивцев но молитву праведников слышит значит у нечестивцев и молитва видимо не принимается светлый взор радует сердце добрая весть укрепляет кости вот сколько здесь казалось бы но при чем здесь это вот праведности нечестие и так далее и вдруг радость она укрепляет здоровье да потому что праведность и радость это понятие близкие соединенные человек который живет праведно он находит в этой праведности радость это не унылый такой знаете лицемер который всячески себя изнуряет чтобы выглядеть праведником это человек который живет правильно и значит он с богом значит ему хорошо да та самая радость которая укрепляет и уводит его от глубин смерти даже в смысле не просто медицинском кто внемлет здравым упреком неразлучен будет с мудрецами а это как а потому что ему нравится когда его упрекают но здраво нас все время кто-то упрекает очень часто глупо и не по делу а мудрецы те кто способны дать упрек здравый значит обличить человеке то что в нем действительно нуждается в обличении и такой человек будет ходить за мудрецами и они его не прогонят потому что он будет за ним за ними ходить в надежде получить вот этот самый здравый упрек они по хвалу какой-то замечательный что мы все любим и на ту же самую тему кто отвергает наставление себе повредит а кто внемлет упреком обретает разум вот разъяснение этой мысли да и наконец страх господень научит мудрости славе предшествует смирение то есть мудрость это не просто какая-то образованность или там высокий уровень интеллекта данные при рождении дали там воспитанный родителями это то что изучается как наука и учитель в этой науке страх господень мы много говорим об этом понятия но постоянно в книге притчи присутствует она заявлена в самом начале что это начало премудрости и все время хочется спросить а что это такое а вот это вот все вот то о чем мы сейчас читали то что прочитаем следующей главе то что читали в предыдущей вот это и есть страх господень какой-то определенный образ жизни когда ты понимаешь что любое твое действие и любое твое слово и любой твой помысл он перед богом и ты с опаской об этом думаешь что вот не все так просто страх господень научит мудрости славе предшествует смирение смотрите славе предшествует смирение то есть для того чтобы прославиться нужно смириться такая вот антиномия как мы скажем на современном языке а тут все время эти глупцы нечистивцы они себя выставляют на показ они себя рекламируют а подлинная слава приходит после смирения на этом 15 глава завершается